Здравствуйте! Я хотела сегодня снять такое видео, как заниматься с маленькими детьми, как я вам и обещала, то есть до нотный период. Я так думаю, что когда ребенок приходит к вам на урок первый раз, не нужно сразу завлекать ребенка вот эту дилемму нот, показывать им ноты, сразу рисовать вот эти пять линий, что это нота до, рэми. Не нужно этого делать. Сперва нужно добиться интереса ребенка, чтобы он с удовольствием ходил на ваши уроки, занятия. Нужно рассказать ему про инструмент, на котором он играет, кто создал этот инструмент, когда создали, до фортепиано какие инструменты были. Например, рассказать про орган, про клавесин. И когда рассказываете, обязательно показываете фотографии этих инструментов, потому что им это очень интересно бывает. с фотографиями смотреть, какие композиторы были в эту эпоху, кто создавал, например, произведение для клавесина. Сразу же его ознакомливаете с композиторами. Конечно же, ребенок их имена не запомнит сразу же, но опять-таки он будет их слышать. И потом, когда второй раз, третий раз он услышит, он уже поймет, что а, где-то это слышал. И запомнит, естественно. Потом, что вы можете сделать? Спросите ребенка, какая у него любимая песенка. Естественно, дети все на этот вопрос ответят вам. В большинстве случаев эти песенки бывают с мультиков, наших современных мультиков. И сразу же сыграть эту песенку для него. Это у них вызывает прям восторг, потому что для ребенка это вау, как эта песенка звучала на телевизоре. А можно ее вот исполнить на этом инструменте. И это у них уже добавляет им такой интерес, что а, я тоже хочу это сыграть. Вот. И плавно после этой песенки переходите к этапу, как, например, угадай мелодию. Это детям очень нравится. Вы каждый урок можете это с ними делать. Например, выберите на сегодняшний урок, например, 10 песен. И в разброску спрашивайте у ребенка. Это в начальном этапе. Это песенки с мультиков. Там различные те песенки, которые ребенок любит слушать. Вы общаетесь с родителем и обязательно узнаете, какие песенки нравятся его ребенку. И начинаете эти песенки для них играть. Но в дальнейшем эти вот песенки, они переходят в классическую музыку. В дальнейшем вы можете сыграть им классические произведения. И они будут отгадывать. Это для них тоже плюс, потому что будут знать побольше произведений музыкальных, естественно. Например, учите, естественно, постановка сперва у нас идет. И я вам посоветую, когда вы ребенку говорите, когда вот это нужно делать так, то нужно ребенку объяснить, почему это нужно делать так. Они не понимают этого. Поэтому я вам советую каждый раз, когда вы говорите, что вот это должно быть так, нужно объяснять, почему это так. Например, если мы говорим, что когда сидим за инструментом, у нас три точки опоры. Ноги, стул и руки. Значит, ну маленькие дети, у них ножки болтаются, то они крестиком их завернут. И нужно просто ребенку сказать, что вот ты играешь сейчас вот по одному, да, по одной нотке, но в дальнейшем ты будешь играть мощные аккорды. И когда ты возьмешь аккорд, а у тебя будут болтаться ножки, и ты даже можешь стукнуться головой об инструмент. Тогда они это запоминают очень хорошо, и постоянно ножки держатся на полу уже. Вот. Дальше что у нас идет? Удаемность от инструмента. Надо объяснить ребенку так, что вот когда ты смотришь на инструмент, у тебя руки должны быть в поле зрения. То есть нельзя сидеть так, локти, чтобы сзади были, ты своих рук не видишь. Или же вперед ты их видишь слишком много. Слишком много их. Поэтому надо сидеть так, чтобы уголками глаз ты видела свои локти. Затем нельзя слишком, чтобы вниз опускались локти и слишком приподняты были. Они должны просто ровно стоять. Плечи, естественно, не поднимаем. Еще когда, например, рассказываем про инструмент, можно сказать, что этот инструмент рояль, он в переводе означает королевский. Если инструмент у нас королевский, то как мы должны сидеть за этим инструментом? Это вы уже перешли к, ну, постановка, это перешли уже к позвоночнику, как ребенок должен держать спину. Естественно, как король или королева, могут они вот так сидеть за инструментом? Не могут. Поэтому они должны сидеть ровно, с ровной спиной. Вот по-королевски ты должна или должен сидеть за инструментом. Играть надо близ чёрных клавиш. Смотри, например, если мы будем играть вот тут, опять-таки объясняем ребенку. Если мы будем играть на кончиках белых клавиш, то наши пальчики, они будут подскальзываться и падать. Поэтому нам нужно играть близ чёрных клавиш всегда. И тогда рука тоже у нас будет приподнята. Потому что мы так не можем играть. Как можно так играть? Или же, если в дальнейшем ты будешь играть какие-то гаммы, мы играем гаммы как? Три пальчика играем, потом подворачиваем. А если тут не будет места, куда повернуть, как ты будешь играть дальше ноту? Вот на кончике если сыграешь, то повернуть некуда, нету места. Поэтому мы должны всегда этому первому пальчику оставлять место. Я всегда как говорю детям, что вот эти пальцы, они братья, ну или сёстры, как хотите, что они должны всегда быть вместе. Вот на клавиатуре они всегда вместе, они всегда друг друга поддерживают, всегда друг за друга стоят. И когда вот пятый пальчик они играют, пятый пальчик всегда падает у них. Естественно, это у всех детей так. Что надо объяснить, я так считаю? Что надо, чтобы пятый пальчик стоял ровно. А чтобы пятый пальчик стоял ровно, другие пальчики, братья его, должны ему помочь. Надо чуть-чуть развернуть руку к пятому пальчику. Вот смотри, если братик один упал или ему больно, другие братья же ему помогут, не оставят его в беде? Конечно, нет. Надо повернуть пальчики к нему. Также к первому пальчику, когда мы играем первый пальчик, то мы руку разворачиваем к первому пальчику и убираем руку. Если они будут держать ровно и эти будут торчать, то этот первый пальчик тоже будет лежать. Объясняем пальчики первый, второй, третий, четвертый, пятый. Говорим, что надо играть подушечками пальчиков. Можете взять карандаш и вот резинкой, с резинкой карандаши бывают, и резинкой вот так сделать, чтобы они почувствовали вот эти кончики, какими местами мы играем, то есть подушечками. Вот. Дальше, например, начинаем играть. Дети любят играть сразу двумя руками. Они не любят отдельно. Левая рука, например, играет ноту до и её держит. А правая играет остальные ноты до в других октавах. Я, например, говорю, вот это небо, например, небо. Вот оно стоит на одном месте. А это звёздочки на небе. Или же можете сказать, это земля. А вот это падают листья. Падают листья. А, кстати, как поднимать руку? Мы же руку поднимаем плавно от кисти. Ну, девочкам, конечно, это нравится. Я девочкам так объясняю. Например, если инструмент королевский, то как королева или принцесса будет подавать руку? Как она должна подавать руку? Это плавно всё должно происходить. Или, например, когда мы танцуем, танцы наши. Как мы делаем рукой? Как мы плавно разворачиваем? Вот как девочка, чтобы ты была нежной. Ну, и парням свои слова. То есть постановка руки начинается с третьего пальца. Играем только третьим пальчиком, пока ребёнок. Затем ноты, когда мы учим на клавиатуре. Я не имею в виду на нотном стане. Не нужно даже к этому пока переходить. Ноты нужно на клавиатуре, чтобы они чётко знали места. И не нужно учить ноты, я так считаю, подряд. Почему? Потому что потом, когда мы говорим, например, покажи мне ноту фа, то ребёнок начинает считать. Фа. Не нужно это делать. Ребёнок должен находить сразу ноты. Как я объясняю, например, октавы? Октавы как объясняются? Можно вот сделать карточки. Карточки. И на них написать первые буквы октав. Например, субконтур октавы, букву С. Контур октавы К, Б, М. И здесь цифры. Первая, вторая, третья, четвёртая. Затем разложить эти карточки на клавиатуру. Объяснить, что это такое. После объяснения развернуть ребёнка и смешать эти карточки. Потом ребёнок должен каждую карточку поставить на своё место, на свою октаву. То есть, ну, это тоже как игра, игры им нравятся. Затем можно отвернуть ребёнка, сыграть, например, несколько нот, три или две, и спросить у ребёнка, сколько нот вы сыграли. Одну, две или три. Также, например, сыграли ноту, да? Сказать, что я вот играю сейчас в первой октаве. Посмотри, какую ноту, послушай, какую ноту я сыграла. Потом ребёнок разворачивается и должен нажать на ту же ноту, которую вы нажимали. Про длительность я хотела сказать, как можно в игровой форме научить ребёнка длительность. Сейчас я не подготовила, правда, но я вам так покажу. Обычная цветная бумага и ножницы для детей. Можно разрезать круг, пять цветных бумаг и пять длительности. Целая, половинная, четвертная, восьмушка, шестнадцатая. Можно сделать круг. Один листок – это целая нота. Второй листок – это половинная нота, то есть кружки. Зачем это нужно? Один листок мы оставляем и говорим, вот это целое. Второй листок разрезаем пополам и говорим, это половинные ноты, половина этой целой. Дальше всё то же самое. На четыре части – это четвертные и дальше на восьмушки. Так они как-то в игровой форме сами дома начинают это делать, и для них это становится, ну, как-то интересно бывает. Затем игра. Например, можно как длительности при игре научить? Я сейчас вам коротко, быстренько, быстренько рассказываю всё, но это я как бы намёки даю. Дальше уже вы сами можете свою фантазию включить и много чего придумать. Например, можно сказать, если вы хотите, чтобы разными длительностями руки играли, ну, они ноты пока не знают, длительности пока не знают, играют до мажора, например, одним третьим пальчиком. Можно сказать, левая рука – это папа, он ходит тяжёлыми шагами, а правая рука – это его дочка, она ходит быстрыми шагами. Ну, это вы знаете, что это, например, четверть, а это восьмые ноты, но ребёнок этого не знает. Поэтому вот можно что сделать. То есть это четверти идут, а это восьмые ноты. Также можно обратно, эта рука идёт четвертями, это восьмушками. Или можно сделать восьмушки, шестнадцатые, что это уже побежала девочка, например. Ну, по-разному можно сделать. Можно придумать слова, чтобы интенционно они слышали, что, например, вот мы знаем, что первая доля, она сильная, вторая доля, она слабая. Можно сказать такие слова, например, школа. Нужно подобрать такое слово, где ударение падает на первый слог. И сказать, например, вот сыграете две нотки слова «школа». Школа. Как ты произносишь это? Первое – громко, а второе – второй слог тише. Так же ты должна сыграть, например. Школа. Вот так. Можете придумать разные сказки про нот. Например, вот это, например, кошка. Фа-ми. Фа-ми. Вот вследствие этого они ещё и учат ноты, знают, где находится фа, где находится ми. Например, у неё есть подружка. Ну, скажем, ля-соль. Ля-соль. И вот они встретились во дворе и начали разговаривать между собой. Например, играете. Фа-ми. Что-то сказала. Ля-соль ей ответила. Потом фа-ми что-то рассердилась и злым таким голосом что-то сказала. А ля-соль её испугалась. Что-то тихо там себе шепнуло. Ну, разное там придумывайте. Ну вот, коротко я сегодня вот это хотела вам сказать. Сейчас вопросы будут. Можете записать в комментариях. Я вам с удовольствием отвечу на них. Может, что-то не поняли. Может, что-то хотите спросить. Я вам с удовольствием отвечу. Спасибо всем большое. До встречи.